Привет всем любителям шашечной игры! С вами Олег Бурылов. Сегодня я вам расскажу о истории возникновения шашечных игр и о некоторых легендах, связанных с шашечными играми. Впервые шашечные игры были известны в Древнем Египте. И мне хочется рассказать вам несколько легенд, две легенды. Ну вообще в шашки в Древней Египте играли... Мы играем на 64-клеточной доске, да, друзья? А египтяне играли на согнутой пополам клетке. То есть мы играем только на черных клетках, а они играли на всех клетках. То есть как они играли, мы не знаем об этом, но тем не менее находятся вот такие шашечные доски в Древнем Египте. И существуют две легенды. Ну вообще, впервые, первая дата нахождения шашечной доски шашек датируется около 2800 год до нашей эры. То есть прибавляем еще 2000 лет, около 5000 лет самой древней шашечной игре. Шахматы изобрели, напомню, уже в новом тысячелетии. То есть шашечная игра, как говорил Эммануил Ласкер, чемпион мира по шахматам, это мать шахмат и мать достойная. Многие не уважают шашки и напрасно. Это очень мудрая игра. Ну вот две легенды. В труда греческого историка Платона есть предание, которое гласит, что бог Таот или, по другим сведениям, Тефт, этот Гермес Египта, ну то есть бог, который занимался торговлей, играл в шашки с богиней Луны и выиграл у нее 70 долю всякого дня в году. Из чего он, по здравому размышлению, образовал пять добавочных дней в году. Вот первая история. И вторая история записана также Геродотом, древним историком. Ну, по этой легенде он говорит, что фараон Рамзес III спускался в преисподнюю для игры в шашки с богиней земледелия. Причем то выигрывал, то проигрывал. И эту игру историк Геродот называет Кюбея. То есть самые древние египетские шашки назывались Кюбея. Вот что пишут другие историки. Немецкий ученый Оппель, например. Не путать с автомобилем марки Оппель. У этого ученого две. П. Оппель. Мужчины особенно любили игру в шашки. Шашки были черные и белые. Или также красные и белые. Кстати, вот гражданскую войну напоминает красные и белые. Напоминали несколько по виду кегли. И вырезались из обыкновенного дерева. А у богатых людей из слоновой кости. Шашечницы были в виде маленького столика и очень низкого. Поэтому к нему садились или приседали на корточки на полу. Одной ногой становились на колено, садились на пятку, а другого колена подтягивали к груди. Любимым препровождением времени у царей была именно игра в шашки. Вот, кстати, заставочку на ролик выложу. Вот это как раз положение для игры в шашки. Вот так играли древние египтяне. Ну, в Древней Греции были известны шашки. Они уже немножко по-другому выглядели. Они назывались Петея или Песея. Ну, по одной из легенд, эту игру шашечную придумал один из полководцев. Когда солдаты отправились на Троянскую войну. И на море случился штиль, чтобы солдаты и матросы не заскучали. Один из военачальников придумал вот эту шашечную игру. Воины стали в нее играть и скуку как рукой сняло. Вот были бы русские полководцы, они бы заставили всех грести. Чтоб не скучали. У нас свои, как говорится, развлекухи в армии. Ну, чем интересна эта игра? Ну, во-первых, шашечная доска была 5 на 5. Ну, вот, допустим, вот видите, 5 на 4, да? 5 на 4. А в Древней Греции была шашечная доска 5 на 5. И всего было 5 шашек у каждого из игроков. И когда одна из шашек занимала среднюю линию, эта линия называлась священной. И эта шашка считалась очень сильной. И даже в Древней Греции существовало понятие, выражение такое. Он сдвигает шашку со священной линии. То есть, это применение самых сильных средств в каких-то, ну, экстрадинальных случаях, так скажем. Интересная еще легенда. Был в Древней Греции такой сильнейший игрок. Его звали Леон. И вот он как-то шел по улице и увидел раба, которого избивал его господин плетьми. И ему стало жалко этого раба. И он предложил этому хозяину, вот этого раба, сыграть с ним в шашки. Леон поставил на кон свои драгоценности. У него были драгоценные камни. А взамен захотел, так скажем, жизнь этого раба. Началась игра. Леон легко выиграл вот этого работорговца. Тут же освободил вот этого раба и отпустил его на все четыре стороны. Это был благородный, безусловно, человек. Если, конечно, это правда была. Но я думаю, что, правда, благородные люди встречались во все времена. В Древнем Риме была известна греческая Питея. Ну, она уже немножко видоизменилась. То есть, уже шашечная доска приобрела современный вид. Вот такой. То есть, уже были по 12 шашек и у белых, и у черных, так скажем. И, ну, интересный момент. Шашки могли передвигаться как вперед, так и назад. И шашки получили название латрункули. От слова латро. Воин. Что по-римски означает воин. Еще были так называемые ваги. Ну, это обозначение дамки. А еще были шашки, которые пришли в отчаяние. Ну, это так называемые запертые шашки, которым ходить нельзя. Я все вам покажу потом подробно. Так. Что еще интересно? Ну, вот интересная тоже легенда про одного из римских, так скажем, политических деятелей, приговоренного к смертной казни. Так, ну, его звали Юлиус Канус. Он в свое время, так скажем, провел заговор против жестокого римского тирана Кая Каллигулы. И вот его поймали Юлиуса Кануса и бросили в тюрьму. А затем казнили. Но перед казнью он играл с одним из заключенных в шашки и обыгрывал его. У него было на шашку больше. И пришел уже Центурион и сказал, что собирайся, пора идти на казнь. И Юлиус Канус обернулся в свою тогу и сказал всем, в том числе и солдатам, и тому Центуриону, которые вели его на казнь. Будете свидетелями. Я выигрывал. У меня было на одну шашку больше. Ну, безусловно, великолепный боевой дух, так скажем, мужественный человек был, этот римлянин. Многие римляне тоже мужественные люди были, безусловно. Что еще интересного у древних римлян? Ну, хочу вам немного рассказать. У русских богатырей были свои шашки. Игра называлась «Тавлеи». То есть, уже в древние времена играли. Вот, например, небольшое стихотворение о Тавлеях. Это из преданий из Былины об Илье Муромце. Собирались тридцать богатырей без единого. Сидят молодцы в обелом шатре. В обелом шатре белополотняном. Сидят молодцы, забавляются. Играют в шашки шахматы. В тыи, велеи, залоченные. Ну, в домострое упоминается о Тавлеях. Затем Тавлеи были распространены в Российской империи. Петр Первый активно насаждал эту игру интересную. Она затем стала народной. Популярной очень. Он заставлял своих дворян играть в шашки, в шахматы. Заниматься танцами. И вот сам, говорят, очень сильно играл. И причем играл со многими боярами на бороду. То есть, существуют также, так скажем, две легенды, что в первой легенде царь Петр выиграл боярина в шашке и приказал тому отрубить бороду. А вторая легенда существует, что царь Петр трижды проиграл боярину в шашке. И сказал, да, ты достоин носить бороду. Интересно, вот если бы сейчас я сыграл с царем Петром, кто бы вышел победителем? Ну, мне почему-то кажется, что я. Все-таки я занимался более-менее профессионально шашками. Я думаю, я бы его выиграл. Затем русские шашки также были распространены в Российской империи, при других царях, при СССР также были распространены. Очень любили в стране советах играть в русские шашки. Вообще, название «Русские шашки» пошло сравнительно недавно, буквально лет 60 или 70 назад. У меня есть один из добрых знакомых, вот он заявляет, не знаю, правда нет, поинтересуюсь у него, все-таки уточню, но он говорит, что правда. Что якобы его отец, да, назвал вот эту игру «Русские шашки». То есть было название «Шашки», а какие это шашки, чтобы различать. То есть есть бразильские шашки, есть английские, турецкие, стоклеточные, а у нас просто шашки были. И вот он придумал название «Русские шашки». Всем спасибо за внимание. Если вам понравились эти истории, эти легенды о шашечных играх, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. До свидания. С вами был Олег Брулов.